Всем привет-привет! И я хочу вам рассказать сегодня, куда исчезло мое видео на время с YouTube вчера. Те, кто первое смотрел, да, вчера у меня девочки спрашивали, сегодня у меня спрашивали, вообще, куда делось видео. Рассказываю. Значит, я залила видео. Это видео, да, из Лас-Фегаса, вторая часть. Я долго монтировала, честно вам скажу, потратила, наверное, часа 3-4, чтобы из разрозненных каких-то, да, кусочков сложить видео такое более-менее удобоваримое. И залила на YouTube. И мне приходит уведомление от YouTube, что, знаете, в вашем видео и указано, значит, время от сих там до сих, это ровно одна минута. Как бы не то, чтобы нарушение авторских прав, а используется музыка, на которую заявлены авторские права, но вы не беспокойтесь. В вашем видео будет показана реклама, и вы будете делить доход с автором. Причем в каких пропорциях не указано. И написано, что вам делать ничего не нужно, как бы все в порядке. Я подумала, ну, все в порядке, все в порядке. А потом, как бы, во мне стала просыпаться эта, как, моя жаба. Я думаю, не, подождите, то есть я, не, то, что мы там в казино продули, там, да, потратили сколько-то денег, да, спустили, это ладно. Но я это время, вот даже эту минуту отрывала от своей семьи. Вы же видели, у меня парни сами по себе там жили своей жизнью, а я там все как дура, да, с телефоном. Я думаю, и вот, там какой-то неизвестный, и там я прослушала эту минуту. Там, знаете, просто такой шум, стоит шум. Я думаю, а, и они мне предлагают, ну, если вы совсем не согласны, да, вы можете просто вырезать этот отрезок. Я думаю, нифига себе, это я сейчас вырежу этот отрезок. А мне потом опять там три часа пытаться это все сделать, да, чтобы это было удобоваримо, ну, более-менее приемлемо. Думаю, не, нифига, не договорились. И потом, я же не знаю, в каких пропорциях, да, я буду делить с автором, кто заявил авторские права на этот мотив. А там, знаете, шум, буквально там, ну, буквально несколько нот слышно. Там в начале, там, да, где-то, я не знаю, еще там где-то, непонятно даже, что это. Но автомат вот различил. Я подумала, а, не, не, не договорились. То есть это что, я тут заработаю 16 центов, там, или 6, я не знаю, как пойдет, да. И что, из этих там 16 центов, может быть, мне достанется один. И почему я должна содержать какого-то неизвестного мне автора, какого-то неизвестного никому мотива. И я вырезать не стала, утруждать себя. Я это видео удалила и его отредактировала. Знаете, что сделала? Наложила музыку. Никто не заметил разницы, уверяю вас. Вот вы, кто смотрел его, да, первый вариант. И потом уже открыли. Разница вообще незаметна, неизвестна. Но я наложила другую музыку тихонечко. Потому что вот ту авторскую, ее не было слышно, реально. И я сверху еще там шум какой-то наложила, и все. Совсем убирать звук я тоже не стала, знаете. Потому что получится как? Так, вот плохо-плохо-плохо, там где шум, вот это я ору, как дура, да. Потом на одну минуту хорошо, и потом опять плохо-плохо-плохо. Ну, несерьезно. Поэтому я провернула вот такую операцию. Я ютубу не сдалась. То есть мне чужого. Нет, я понимаю, если бы на этой композиции был построен весь мой ролик. А то это же вообще какое-то. Тут дело принципа. В моем случае это оказалось просто дело принципа. Вот представляете, какая я противная? Следующий момент. Вчера произошла такая интересная у меня история. Я у себя под дверью нашла. Ну, как бы, как я открывала дверь, да, и внутрь под дверь, в квартиру, я нашла визитную карточку. Я не знаю, можно это показывать или нет. Я вам так просто, она здесь где-то, вот она. В общем, вот так покажу быстренько. Это визитная карточка, внимание, полицейского. Я, значит, взяла, сфотографировала, тут же мужа отправила. Я говорю, слушай, я тут это, пришла, дверь открыла, а у нас тут только вот полицейские, и на одной стороне это визитная карточка, на другой стороне он написал ручкой, что позвоните мне, пожалуйста. Я говорю, ну, звони. Муж перезванивает мне, говорит, я поговорил с полицейским, смеется. Значит, ситуация такая. Вот те, кто живут, девочки у вас, вы, те, кто еще на своих исторических родинах, вы сейчас впечатлитесь. Те, кто здесь живут, девчонки, им уже это будет не смешно. Ситуация следующая. Муж звонит мне, хохочет. Я говорю, слушай, мы как бы, ты там точно ничего не начудила? Это там не полиция нравов, а то мы после Векаса, знаете. Муж рассказывает. Значит, наш адрес указал где-то, не знаю, заказывали или что-то, или где-то указали какие-то преступники. Женщина-преступница по имени Барбара, там какая-то там Барбара. И вот полицейский говорит, вы знаете, мы разыскиваем там какую-то Барбару, она в розыске, и где-то, ну, где-то она регистрировалась, там, я не знаю, что она делала, и она указала этот адрес как адрес проживания. Вот я пришла ее типа арестовать. Муж говорит, как бы, не знаю никакого. Он говорит, а у вас как бы женщины в квартире живут? Он говорит, да, у меня жена живет там, женщина вроде как, да, ну, была с утра. Он говорит, а, полицейский спрашивает, а ее как зовут, Барбара? Он говорит, нет, ее зовут Ольга. Полицейский, наверное, думает, могла наврать, да, с именем-то, но они преступники такие, хитрые. И он говорит, она афроамериканка? И тут муж его в нокаут отправил. Говорит, нет, она русская. Ну, они разговаривали по телефону, поэтому, как крестился полицейский в это время, мы можем только догадываться. Он сказал, а, ну, ладно, извините. Я мужу говорю, слушай, а ведь как хорошо, что, а посмотрите, я дома, стучат в дверь, полицейский, а я после, а я после вот этого, знаете, Вегаса такая вся еще, а, я же могла начать с ним шутить еще с моим языком. Ну, я могла, и он бы сказал, Барбара, я бы сказала, называй меня, малыш, как хочешь, да. И сейчас бы вела уже прямой репортаж из американской кутузки. Но, я не знаю, это полицейскому не повезло или повезло, мне не случилось. Вот на что человек рассчитывал, вот этот полицейский, на что он рассчитывал. То есть он пришел, постучал в это логово преступное, да, ему не открыли. Он думает, так, либо их нет дома, преступников-то, да, либо не открывают. И он подсунул визитную карту. Типа, Сири, не бойтесь, это я, полицейский, да, перезвоните мне, пожалуйста. Это логика, получается, по его логике, там преступник должен взять, а, мы-то думали, это доставка пиццы, не открыли. Если, да, хорошо, сейчас позвоним или как. Ну, для меня это загадка. Но факт остается фактом. И совсем коротенько пробегусь по комментариям. Даночка у меня спросила, правда ли, что в спам уходят цветочки, там, да, вот эти сердечки. Не всегда. Иногда, я вам говорю, уходят в спам, иногда не уходят. Как они фильтруются, как YouTube распоряжается, да, на каком основании в спам отправляют, я не знаю. Но, действительно, иногда уходят в спам, иногда не уходят. Иногда вообще безобидные какие-то комментарии уходят в спам, а какие-то не очень безобидные, знаете, YouTube пропускает. Я не знаю. Иногда бывает. Так что это действительно так, но не всегда. Не всегда, даночка, не всегда. И еще хочу сказать спасибо большое, девочка. Спасибо вам большое, тем, кто, ну, реально, по-хорошему дает какие-то советы. Вот мне там девочки писали, попробуй ставить там хэштеги, чтобы больше людей могли найти твой канал. Хорошее предложение. Спасибо большое. Потом с кошкой, да, советовали попробую так, попробую это. Вот последний у меня такой, пришел комментарий под этим видео, что котам нужно закапывать, да, отодвигать нижнее веко, чтобы образовался кармаш. Вот я сейчас пробую это делать. Спасибо большое. Я опять надеюсь, что это тоже поможет, потому что я закапывала обычно, да, если это в гель или капельки, да, потом просто и держала, чтобы она не слизывала буквально там минуту-две. Надо было подержать. Вот как меня учили еще из России, здесь как бы мне то же самое. Никто мне особенно не говорил, что каким-то специальным образом, котам нужно глаза, закладывать, ну, лекарства закладывать в глазки, да. Я об этом не знала. Спасибо большое. Спасибо большое за теплые какие-то, ну, за теплые ваши слова, за слова поддержки. Спасибо огромное. Это была хорошая часть, а сейчас очень хорошая часть. У меня тут комментарий, ну, сейчас все поймете, я вам его прям зачитаю. Комментарий следующий. Лучше, вот прям с самого начала, до конца, я вот ничего не буду ни удалять, ни прибавлять. Лучше начните книги читать и пишите, раз хочется делиться. Но зачем видео? Деньги, понятно, нужны, но ведь вы же крадете время у других. Это нехорошо, точно нехорошо. Жаль. Не больше, не меньше. Но я такая, знаете, вот у меня сразу два варианта ответа. Поэтому, и знаете, я не могу определиться, какой из них предпочесть, поэтому я выдам оба. Первый вариант ответа такой. Знаете, что? Мне кажется, у меня уже складывается такое мнение, что образовалась какая-то неизвестная мне группировка, которая заставляет силой смотреть мое видео. Мои видео вообще от начала до конца, да? А потом еще, видимо, под страхом смерти, эти люди, которые это делают, не хотят, но делают, вынуждены, еще вынуждены печатать комментарии и, судя по неразборчивости почерков в телефоне, вот это рассматривать с лупой, маленькие буковки. Бедные, несчастные люди. Вам нужно обратиться в полицию. Если вас заставляют делать то, что вы не хотите, это абьюз. Я вам больше скажу, даже в нашей российской полиции у вас примут заявление и помогут. Да. Если вас никто не заставляет смотреть, да, а вы сами вот смотрите, тратите свое время, тогда вам к врачу. Да. И вам там тоже точно помогут. Это вот такой первый вариант ответа. И другой вариант ответа. Следующий. Так, ну вот, представляете, да, я же книжки начну писать, а я же могу. И что? А я вас уже знаю, вы же их читать будете. Будете читать мои книжки и писать рецензии, что, боже мой, зачем ты пишешь? Лучше кино снимай. Ну, вы вообще, представляете, с моей-то занятостью. Я не могу кино снимать. Вот это актеров искать, вот это все. Ну, очень сложно. Нет, я бы хотела. У меня просто времени катастрофически не хватает. Я же рассказывала. Поэтому, если вам удобнее читать, ставьте титры, включайте титры, читайте, ради Бога. Или там, я не знаю, как, если вам смотреть неловко, стесняетесь. Пожалуйста, включайте титры, пользуйтесь таким. Это вам лайфхак от меня. А на этом все. Я вам всем-всем-всем желаю удачи. Всех люблю, целую. Увидимся в следующих видео. Будьте счастливы. Пока-пока.